Ребята, всем привет! Сейчас я отправляюсь в Катар, нахожусь я в аэропорту. Это такой вот капсульный отель города Астаны, столица Казахстана. Обзор я уже снимал в первой серии. Такой вот отель, у меня второй этаж. Ну всё, я пошёл. Ребята, вышел я пока на улицу, вот такой вот у меня лук. Время ещё рано просто. А я лечу в новую страну, и называется она Катар. Лечу я в Доху, будем там всё изучать, путешествовать, смотреть пляжи, всё изучать. Я всё покажу, как на метро ездить, всё-всё, пляжи постараюсь себе показать. Другие города постараюсь, возможности тоже показать. В Катар, как мне сказали, можно лететь в шортах, что-то сказать по поводу хостела, капсульный отель. Не знаю, мне понравилось, я там выспался. Слышно, конечно, людей, когда разговаривают, если ещё будет рано, там часов 11. А потом уже после 12, и уже я спал, ну, тишина была. Ребята, всё, я прошёл регистрацию на рейс очень быстро и принёс с собой бритву. Где-то забираю, где-то нет. Вот такие вот новости, всё отлично. Зашёл в Детифри, вот шоколад казахстанский, 4,5 евро стоит, 4,5 евро цена. Это на презент хорошо, на подарок в коробке 16 евро. 5 часов с чем-то будет длиться перелёт, зато можно взять Дженгу, игры какие-либо, морской бой, поиграть он с картами. 20 евро цена. И тут можно собрать, ну, также игрушки продают по 15 евро, по 32 евро, по 17. Фламинго можно взять в розово, если он полетит или обезьяна. Смотрите, тюлью нашёл. У меня тюлья такой в комнате, это мне его подарили. Вот такой вот, симпатичный. Умная есть игра, тоже. Сладости я тоже не ем, мне вообще в Детифри ничего не надо, один с половиной евро. Смотрите, какая шоколадка огромная. Я такие никогда не пробовал. Ребята, вы пробовали такие шоколадки? Огромные. 14,5 евро. По 11 евро. А вот тоже красивые, 18,5 евро. Футбольные мячи. Так, что здесь ещё есть? Сладостей много, конечно. Монбанк какие-то красивые. На подарок, я думаю. Или вот маленький, по 23,5. Ментеса большой выбор. Есть вот такой вот ассорти. Стоит она 10 евро. 5 штук здесь. Вот такие я в детстве. Мишки любил. Тоже 10 евро стоит. Желейки. Тик-так. Ничего себе. Баночка тик-така. А там очень много маленьких. Красиво всё, конечно. Вон чип-чипс здесь какой. На весь рейс, на весь полёт. Парфюм такой красивый. 334 евро стоит. Вон виде карты. Ну, так же именно стоит парфюм здесь. Можно пшитнуть на себя. Проверить аромат. Вон цены вот здесь 42 евро. По 220 евро идут. Так, вот тут мы будем взлетать. Взлётная полоса. Вон самолёт стоит. Вон руках не вижу. Здесь такой национальный отдел. Вот кепки Астана. 21,5 евро. Уже это можно приобрести и футболки. Он с флагом в Казахстан. И головные национальные уборы. Тоже есть. Вон дома повешивается. Такой щит. Что я взял с собой в самолёт. Я в Китае покупал от укачивания. И от моторных лобок. Там от самолёта. Да, в машине. Чтобы не укачивал. Надо будет приклеить. За ухо. Вот такой вот бритвенный станок. Я в ручной кладе пронёс. Смотрите, очень удобно. Есть зарядки. Телефон заряжаю сейчас. Ребята, идём на посадку. Сейчас в автобус. И самолёт. Вот он наш автобус. Так, поехали. Вот он на аэропорт. Смотрите, как эти техники. Смотрите, как этот самолёт классный. Так, а у меня 31. Мой 31-й у аварийного выхода. Спросили у меня, говорит, вы не пили? Я говорю, нет, я вообще спиртное не пью. Классный самолёт. Смотрите, что здесь идёт. Подушка. Аэростана. Вот это я не знаю, что это. Посмотрим, открою. И вот такая вот ещё водичка идёт. Тоже авиастаната Сай. А ещё идут наушеньки. Такой вот самолёт. Классный. Мне он понравился. Прям экран есть. Тоже можно заряжаться, лететь. USB. И подушку можно сюда под поясницу положить. Попросил я у окна, у иллюминатора. Это аварийный выход. Чтобы виды поснимать. Может, тапочки. Может, тапочки будет надеть. И, я так понимаю, какой-то крем. И беруши. В уши опять. Я, кстати, не пользовался в отеле. В беруши. А, это салфетка. Вот. С ароматом улыдала. Знаете, что ещё классного аварийного выхода? Тут очень много места. Ноги полностью можно вытянуть, да? Мне нравится. Классно. Попросите тоже, когда билет оформляете на месте сразу. Место, которое хотите. Смотрите, что ещё есть. Ручка. Зубная щётка. И для глаз. Чтоб темно было. Интересно, первый раз такое вижу. Меню что-то здесь. Игры. А вот этот самолёт мне напоминает, когда я летал в Азбакистан. Классический шахмат. Ух ты, шахматы можно поиграть. Потому что ещё тут есть музыка, детские каналы. Есть фильмы, сериалы. Я фильм какой-то смотрел классный, когда в Азбакистан летел. Там около двух часов я летел. Не успел его досмотреть. Даже меньше двух часов летел. Не успел досмотреть. Вообще классно. Кинопремьеры есть. Тут нужно лететь, смотреть, сколько минут он идёт. Май, декабрь, большая гонка. Шикарно вообще. Музыку всё будет слышать. Супер просто, супер самолёт. Аэростанат. 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 Шикарно. Лететь будем, сказали, 4 часа 40 минут. Так, всё, тронулись. Вот авиакомпания «Скар» самолёт. Полёт будет очень комфортным. Сейчас скоро выйдем на взлётную полосу и будем залетать, скорость набирать. Вот она, турбина самолёта, крыло. Так, ну что, ребята, набираем разгон. Ура, взлетели. Круто. Смотрите, ребята, часал журнал. Смотрю, какие ещё есть направления. Я ещё рассматривал Черногорию. В летний период нам визу отменяют. Кажется, мы в Черногорию не в силу. А выбрал всё-таки Катар. А вот Афины, город богини мудрости. Тоже, скажем, красиво. Везде красиво, ребята. О, какая красота. По таким улочкам прогуляться. А когда новую страну открываешь, так вообще настроение такое. Смотрите, на ступеньке прям идёт. Кафе на ступеньке. Белорусская, вижу. А вот Батуми. Тоже я тут не был. Красиво очень. Тоже надо бы посетить обязательно. Смотрите, какие отели. Чурчелла. Море, пляж. А это размышления о Мюнхене. Ой-ой-ой. Тоже хочется побывать. Живный мегаполис Мюнхен. Расположен на берегах реки Иса. И в Германии. В Германии тоже рассматривал. Кстати, у меня тоже много зрителей из Германии. А это Барселона. Классный трамвайчик. Да, я смотрю, везде красиво. Вот Гонконг. Пожалуйста. Сколько направлений, много. В самолёте, когда лечу, всегда читаю гороскопы. Смотрите, что у меня написано. В июне весь мир будет крутиться вокруг вас. Более того, все будут даже рады плясать под вашу дудку. Скорпелонье. Можно попросить. Пледы выдают. И у спасательного выхода столик тут сбоку. Вот. Скоро будут напитки раздавать. Покажу. Вот так вот отделается. Раз. 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 Такой вот столик. Также собирается обратно. Смотрю сейчас кино. Большая гонка называется. Аудио против Лянчи. Я его уже смотрю. Смотрите, сейчас нам принесли еду. У меня тут омлет, куриная котлета, зелень. Потом булочка. У нас сырок. Там принадлежности. А вот тут фрукты. И взял я ещё томатный сок. Спросил, сказали, что он без сахара. Вот так вот. Видите, даже в самолёте можно питаться ПП. Курочка, омлет, белок. Вообще класс. Ну, вот такая вот булочка. Клеп я, конечно, не ем. А, ещё и сыр есть президент. Я не ем. Сыр президент. Смотрите. Приборы металлические все. Ножик, вилка, ложка. Сервис прям вообще на высоте. А вот такой вот туалет в самолёте. Тут и мыло есть. Рано, вот какое интересное. Пас, мне нравится. Во. Такой вот самолёт. У меня 31-й. Где-то в середине самолёта у меня. Так, всё, садимся. Люди уже готовятся хлопать. Чистое поле вообще. Подземляемся. Так, 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 всё, садимся. Всё. Хорошо сел. Сейчас срок 2 градуса. Время 12 часов. Самолёта. Да, да. Всё, ребят, пойдём по рукаву. У нас вообще ужасно на улице. В интернете читал, что это нельзя снимать видео в аэропортах. Но и так буду понемногу снимать. В общем, самое главное, что нельзя это брать с собой свинину. И нельзя особо брать алкоголь. Смотрите, какая тут дорожка. Чуть-чуть идёшь, это турбоускорение. Томишка спереди. Всё, в общем, я прошёл. Сейчас иду я в город. Взяли опечатки пальцев. Потом сканировали лицо. У меня такой аэропорт красивый. Тут пальмы прям растут внутри. О, как он выглядит классно. Шигарно просто. Когда прилетел, людей очень много с разных стран. И так легко и быстро прошёл паспортный контроль. Сумку положил. Даже не надо было доставать ни телефон, ни камеру с кармана, ничего. У меня тут с собой только одна ручная кладь. И всё, багаж с собой не брал. Всё так легко, прям быстро-быстро. Прям вообще с таким вот прям удовольствием прошёл. Кстати, сколько едни, я смотрю, зелени достаточно много. Деревья, чего только нет. Деревья, пальмы, газон. Смотрите, как всё зелено. Красиво. Вот музей. Думаю, уже в Дохе. Аэропорт тут находится совсем близко. Вау. Супер. Ребята, у меня отель Millennium Plaza Doha. Пятизвёздочный отель. Городского типа. Тут нужно будет передвигаться на метро. Сейчас тоже всё это покажу. Смотрите, вот сколько полосы. Одна, две, четыре, пять, шесть, семь. Машин много. На улице людей очень мало. Жарко. Это 40 градусов. Когда я вышел, мне показалось, как это вот в Таиланде. Примерно такая вот погода, когда жарко, солнечно прям. Замок там какой-то проехали, смотрю. И вон они все спереди, там небоскрёбы. Кто-то там ещё на велосипеде ездит. Местный без кепокс он уходит. Но это не местный, а рабочий. Ребята из Индии. Смотрите, сколько машин много. Автомобили разные. Ну, больше, конечно, белого цвета. Чтобы не так жарко было, да? Чтобы машина так не нагревалась сильно. А так разных цветов. Кстати, смотрю, в автомобиле передние окна у них затонированы у многих. Так, вот, ребят, мой отель. Миллениум. Так, всё, ребята, я иду здесь селяться. Такой урис классный. Смотрите, как тут красиво. Это у меня десятый этаж. Сейчас посмотрим, где мой номер-то вообще. Ой, ля-ля-ля. Вот это номер. Так, вставляем карточку. Свет загорелся. Сейчас будем смотреть вместе с вами. Это такая вот прихожая. Ой, 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 ой. Тут уютно. Как приятно. Как-то всё роскошно так. Ё-моё. Вот это вот хоромы. Ребята, первое впечатление. Отель. Пушка просто. Не знаю. Смотрите, всё как прям приятно. Я говорю, комфортно. И как-то, я не знаю, такие ощущения. Давайте начнём обзор самой спальни. Да, такая довольно-таки большая кровать. Скорее всего, да, это кинг-сайз. Даже двух с палкой-то меньше. Ну, вот телевизор есть. Смотрите, что здесь чайные принадлежности. Чайник есть тоже. Это уже классно. Разный сахар. Всё это тоже брендированное. Миллениум. Зелёный чай. Чёрный чай, я так понимаю. Различное кофе. Две чайные пары. Ложечки. Есть стаканы. Две бутылки воды. Тоже всё смотрю. Брендированное. Миллениум. Так, что снизу находится? Холодильник. Холодно там. Пустой. Мини-бара нету. Так, тут просто полочки. Дальше, что здесь? Опты выдвигаются. Как раньше, знаете, это клавиатуры выдвигались. Рабочая зона. Тут можно видео монтировать. Работать, сидеть. Вот есть свет. Позвонить телефон. Там блокнотик что-то записать. Посчитать там. Ну, вам поинтересно, какая настраивается. Ниже, выше. Так. Есть такое вот кресло. Это. О-о-о. О-о-о. Вот так вот упасть прям. Класс. А столик небольшой. Это тут. А, ты лежишь. Вот так вот лег. Терезор смотришь. А здесь, допустим, чай там. Или кто-то хочет там поесть, да. Попкорн в зал. Лежишь вот так вот. Супер. Это. О, второй телефон. Второй телефон. Светильник. Это тоже, так понимаю, светильник, да. Окна огромные. На всю стену. Балкона нет. И окно не открывается. Вид у меня вот такой вот. Наверное, чтобы жарко не было, я не знаю. Ребята, мощно-мощно вообще. Мне все понравилось. И как мы ехали, я дорогу смотрелся. Рассматривал. Вот я говорю, границы таможни, паспортный контроль прошли. Вообще легко там улыбается. Я раз пытаюсь телефон достать, там это положить на ленту. Мне мужчина так улыбается. Ну, не надо. Говорит, сумку положи. Я в сумку положил. Говорит, все. Я раз прошел и все. Без проблем. Так быстро и легко. Вот. И новая страна. Открыли ребята. И в этом году новую страну. Катар. Я думаю, Катар скоро станет таким мощным туристическим направлением. Когда будет много приезжать туристов. Сейчас достаточно мало туристов. Вот. Ну, зато можно спокойно отдыхать. Нет ни очередей, ни топ нет. Вот. Есть тут и интернет. Депозит в отеле не берут. Хотя я в интернете так набрал. Почитал этот отель. Говорит, 200 долларов. 200 долларов. Люди писали. Нет, ничего не берут. Здорово. Подсветки здесь очень много. Вот. Есть по кругу такая подсветка. Тоже регулируется. Потом вот эти вот лампы все. Тоже. И вот здесь еще. Такое вот табло. Вот. Тут, собственно, все она и управляется. Видите? Отключил. Это электронная. Вот цвет отключил. Это все тут электронный. Если пожар, да. Надо нажать сюда. Вот такие вот розетки. Европейские, да. Я так понимаю. Ну, вот обычную розетку тоже можно поставить. Сейчас тоже поставлю все заряжаться. А сейчас еще поем, пообедаю. Я с собой еще привез мясо. Ну, вот чтобы после дороги, чтобы никуда не идти, не бежать. Там овощи, мясо у меня вот. Придерживаюсь правильному питанию, да. Вот. Так что вот такие вот дела. Классно, классно. Я очень рад. Вот такая вот прихожая. Прихожая довольно-таки большая. Плиточка. Какие шкафы вообще огромные. Ух ты! Есть владельная доска. Есть утюг. Полез, сразу свет загорелся. Смотрите, все есть. Вообще круто. Так, далее. Что здесь есть? Здесь вешалки. Вешалки. Есть тапочки две пары. Так, здесь что? Коран. Коврик для намаза. Сейф есть. Тут различные, я так понимаю, пакеты, да. Еще что-то. Так, ну, места, конечно, очень много. На все хватит. Вот так вот, здорово, здорово. Давайте сейчас посмотрим еще. Ванная. Такое зеркало. Такая дверь огромная. И я такой маленький. Это дверь. Вот это дверь одна. Так, заходим. Ой-ой-ой-ой-ой. Туалет, бидешка. Телефон. Позвонить, если при делах позвонить надо, под рукой всегда есть телефон. Что здесь? Вана. Но Ване не люблю мыться. Есть душ. Полотенце. Полотенце для ног. Раковина вот такая. Она зубная щетка. Блин, как шикарно, а? А мыло. Ой-ой-ой, что здесь столько нет? Что это такое, я не знаю. Какой-то колено. Вот тут находится зубная щетка. Сразу идет с пастой. Круто. Так, здесь что? Бритва. Не надо было. Я с собой привез. А здесь бритва идет. Еще и вон после дытья. Тут идет пакет для мусора. И тут еще есть ватные палочки. Пилка. Вот такой вот очень большой набор. Единственное, вот это я не понял, что это такое. Маск какая-то. Камелия. Для рук, что ли? Мыло. Все, все. Так, сейчас план такой. Схожу ее в душ. Потом я накрою стол. Надо будет поесть. О, тут что? Еще ванны есть. А в ванной что еще находится? Еще различные. Вот крема. Шампуни, гели. Ну что, вот такой вот у меня обед. Капуста, огурец. Там ягис еще идет. И потом тыквенные семечки, грецкий орех. И еще потом будет у меня мясо конины в конце поем. Все, вот так вот. Смотрите, ребят, что еще в ванной комнате нашел. Есть весы. Еще есть крем. Я думаю, если полазить, то еще может что-то идти интересное. Так, что, пойдемте, ребята, в разведку посмотрим. Сейчас хочу посмотреть бассейн. Сказали мне, он находится на третьем этаже. Есть завтрак. Завтрак начинается с полседьмого. Но я в следующем видео обязательно покажу вам завтрак. Смотрите, ребят, какой тут бассейн. Ой, на улице какая жара сейчас. Есть вон шезлонги тоже можно полежать. И вокруг отеля находится он. Вот и тут тоже шезлонги. Завтра пойду я купаться. Покупаюсь, вам все расскажу. Такое бассейн. Так, это я спустился на первый этаж. Но ресепшн еще ниже. Знаете, такие это запахи, ароматы приятные. Какие-то такие дорогие. А, вот, вот откуда я пришел. Это тут будет проходить завтрак. Наверное, там. Но я все это покажу, потому что я сам ничего не знаю. Первый день здесь. Тренажерный зал. Я зашел, познакомился там с тренером. Я говорю, буду ходить, тоже заниматься. Зал показал свое преображение. Как я похудел. Говорит, о, кулак сразу. Так вот ударились. Он говорит, приходи, занимайся. Смотрите, какая у нас тут огромная люстра просто. Ребят, сейчас нужно будет еще поменять деньги. В аэропорту берут комиссию, кто будет менять. То лучше, конечно, в банке будет поменять. Вот, в отеле тоже курс, возможно, будет ниже. Но это как всегда, да. Поэтому тут банк находится рядом. Что в одну сторону можно пойти, что в другую сторону. Вот, и с собой нужно брать обязательно паспорт. Как-то вот так тут все очень-очень красиво. Тут все выглядит. Мне нравится прям. Тут тоже можно посидеть. Тут запахи тут приятные. Не знаю, чем. Как будто каким-то дорогим парфюмом пахнет. Вот. Вот ресепшн, собственно. Вот сейчас я вышел на улицу. Хочется сейчас и лето, да. Я не могу сказать, что такая прям сильная жара. Если честно, мне не так жарко, да. Даже вот дома у нас погода бывало еще жарче. А то тоже слушал. Говорят, прям на улицу выйти невозможно. Не знаю, ощущают себя хорошо. Смотрите, напротив есть KFC. Можно пойти поесть. Приятно так вот встречают. На машине подъезжают, выходят, дверь открывают. Сумки забирают, выносят. Все помогают. С багажом кто приезжает, тоже помогают. Знаете, что я заметил? Не так жарко, да, а как воздух такой вот. Как сауна, что ли. Вот это можно сравнить с сауной. Такой вот воздух. Как будто только начал баню топить. Вот такое вот ощущение. Как будто я в бане сейчас, что дрова надо подтопить. Больше, чтобы пропариться. Такое вот ощущение. Сейчас нужно пойти в банк, взять с собой паспорт. Какую валюту с собой брать? Лучше брать доллары и менять их в банке. Паспорт тоже не забудьте с собой взять. Кстати, банков тут много. Я когда вышел, сразу было видно, банк там находился. Вот такой вот есть переход по верху. Также обязательно нужно с собой брать головной убор. Это обязательно, чтобы голову не облегло. И еще нужно будет купить крем от солнца, да, от загара. Я рекомендую покупать крем именно в той стране, где вы находитесь. Потому что у нас там плюс 30, плюс 40. А здесь 42. На солнце 50 градусов, 52 градуса вот так вот на солнце. Поэтому нужен крем такой прям мощный. И воду тоже обязательно с собой нужно наносить всегда. А если прям жарко станет, на голову воду поливать. И когда такая сильная жара, не рекомендуется заниматься физическими нагрузками бег. Не надо это делать. Для сердца будет большая нагрузка. Так спокойненько можно ходить. Это на дорогах. Ребят, не знаю, вот сейчас на солнце 50 градусов. Я под солнцем шел. Не знаю, сильно так не печет. В принципе прям хорошо. Не знаю, можно ходить и гулять свободно. Потом я поеду, наверное, завтра я поеду на пляж. Тоже разные пляжи здесь есть. Есть и бесплатные, есть и платные пляжи. Постараюсь как можно больше посетить пляжи, показать. Кстати, доллары обязательно берите нового образца. Старого образца доллары не принимают. Отели, конечно, в Дохе тут очень много разных. Но я выбирал, чтобы был и спортзал. И взял я отель с завтраками. Вот, и рядом есть метро. Что самое главное, можно уехать в любую точку. В принципе, здесь очень удобно сделано метро. Во все-таки основные достопримечательности можно доехать на метро. И недорого, кстати. Шесть катарских реал стоит проездной билет на целый день. Вот в этот банк я зашел. Там только банкоматы стоят, а дальше все закрыто. Кстати, на пешеходном переходе почему-то не пропускают. Вот, имейте в виду. Вы знаете, что еще хорошо рано темнеет. После пяти уже солнце начинает заходить. Вот, и в это время тоже отличное будет для прогулок. Хочу посещать различные парки. Они большие, красивые. Тоже сегодня надо будет что-то посетить. Вот он мой отель. Millennium Plaza. Вот сейчас уже становится жарко. Ну, и по погоде. Это самая жаркая погода сейчас в Катаре в это время. Вот, и тут банк находится. Сейчас там еще посмотрим. Кто-то с зонтиками, видите, ходит. Как в Китае тоже девушки с зонтиками ходят. А вот он, банк. Дух. Зашел я в другой банк, он тоже закрыт. Thai Lady Spa. Тайский массаж. Такая-то улочка интересная. Я зашел в одни магазинчики. На первых этажах везде магазины. Супермаркет. О, аптек. Вот были бы деньги, сейчас бы взял бы крем после загара. Вот супермаркет. Сейчас, в общем, я 100 долларов поменял не в банке, а просто в обменнике на улице дали мне за 100 долларов 362 катарских реала. Вот, там-то хорошо, когда заходишь, такой ветерок, прохладненько, прям. Я говорю, жарко, говорю, one day. Говорю, первый день сегодня приехал, только в Катар, рывается. Welcome. Вот. Давайте погуляем. Сейчас, главное, не заблудиться. Первый день у меня, он разведочный. Мне нравится походить, так, хаотично погулять, посмотреть, да, так скажем, разведку. Вот. А завтра уже начнем действовать. Вот еще один, видите, супермаркет написано. Людей много, зашел, закупился. Как бы много чего тут есть, да. Магазинчики, супермаркеты, все это есть. Тайский массаж в Таиланде ехать не надо. Отель какой красивый, тоже. Сейчас немножко солнце будет спадать, и я поеду на метро, в центр поеду, в парк погуляем, там по паркам посмотрим. А улицы название. Кстати, у велосипедов тоже очень много ребят ездить. И в шортах тоже очень много людей ходят. Как бы, можно смело приезжать в шортах. Ну, все равно, в основном местные ходят в джинсах. Ну, как и в джинсах ходить? Я не знаю, вот на солнце, честно, 50 градусов. Как в джинсах ходить? Понимаю я. Вот тоже, видите, шейх на велосипеде поехал. Если честно, местных жителей тут, как говорят, 8% всего. Остальные 92% это все, кто тут работает. Они, конечно, гулять пешком, по городу ходить не будут. Максимум на машине, и то какой-нибудь там смол, да. Пошопиться, и все. А так они ходить не будут совершенно. Жарко. Ну, вот на солнце, знаете, что я заметил? Нисколько градусов, да, не 50 градусов, там 40-30, а влияет еще ветер и влияет самовлажность. Вот, от влажности очень сильно зависит. Не сильно жарко, просто именно душновато, вот сам воздух такой вот. Кстати, рестораны я прохожу разные есть. Вот турецкий, туркиш ресторан. Индийских очень много, ресторанов. Вот тоже флаг. Не знаю, какой страны забыл. Вот тут тоже массаж. Как бы много что есть вообще. Говорит, я представьте, мужчина сидит целый день. Во всех странах мира я тоже обращаю внимание на дорожные знаки, мне интересно. Ну, тут стоп, да, и написано, видать, стоп на местном языке по-арабски. Вот, еще я обращаю внимание на люки, они тоже люки у всех разные. Ну, я пока не замечал люков, чтобы посмотреть. Ребята, сейчас я вам покажу голубей. Тут кормят голубей. И водичку им поставили вон во флягах. И зерно насыпали. Кто-то же специально ухаживает, их кормит. Сколько много. Можно тоже купить местную сим-карту, чтобы был интернет, я не покупал. Всегда пользуюсь картой МАВСМИ. Оно тут хорошо работает. Я сколько иду, иду. Что-то засмотрелся. Смотрю, я уже очень далеко прошел. Хотел вернуться до отеля, дойти. Думаю, ладно, дальше пойду. Вообще, ребята, в интернете по Катару информации очень мало и очень много устарело. Я вот сколько сейчас прохожу, да, тоже ребята идут. Ну, может, тут работают или живут, я не знаю. Ну, они идут в шортах, в майках. То есть, можно свободно одеваться, шорты одевать. А я находил информацию, что там нужно, чтобы штаны были, да, все вот так вот строго написано. Это уже не то время. Тут развивается туризм. Как бы свободно можно ходить в шортах. Так что приезжайте в любой удобной одежде. Ну, конечно, не сильно вызывающейся ответственность. Это в банке паспорт требует. А вот в обменнике, где вы видите, написано будет exchange, exchange, да, обмен. Вот, туда можно без паспорта заходить, менять. Мечеть. И тоже в интернете была такая информация, что там нельзя мусор бросать, там огромные штрафы. Тоже смотрю местный, идет, курит, курит, раз бы что, кинет на асфальт. Вот, как-то не то время, видать, уже все поменялось совершенно. И вот сейчас я проходил на пешеходном. Две машины, меня никто не пропускает, они на пешеходном. Тоже, да, имейте в виду, они не пропускают. Так что я не вижу такой вот, как бы строгости, да. Я возьму такую вот водичку, посмотрим, сколько это стоит. Это не супермаркет, такой небольшой магазин. Полотненькая. Аквафина. Пол-литра. Сейчас скажу, сколько это будет стоить. Цены здесь вообще недорогие. 0,5 стоит 1 катарский реал, это 123 тенге. Но я переведу на различные валюты, рубли, гривны, доллары. Это вообще недорого. У нас даже, у нас вода даже дороже стоит, представляете? Вообще отличные цены. Вот сколько я уже хожу, если честно, поставить оценку от 1 до 10, да, по жаре, сколько. Я поставлю 5. Можно, можно ходить. Ребят, сейчас надо было видео снимать, как я переходил вот этот перекресток. Там очень много дорог. Подходишь, нажимаешь на кнопку, и вся машина останавливается. Вот я подошел, нажал, зеленый загорелся. Или повезло, или что. Я так нажимаю, сразу раз, зеленый, я пошел. Я пошел. Вот видите, сразу раз, зеленый. И так же я такой поток машины остановил. Тут начинается парк Альбиддо. Хотел птичку снять. Вон она, черная. Не знаю, что это за птица такая. Ну вот, это парк уже Альбиддо. А вот знак Альбиддо. И замок там какой. Дворец. Сейчас я зашел в парк Альбиддо, называется. Тут есть дорожки такие, по ним можно бегать. Вот они. О, еще кошек не видел, катарских. О, кошки. Пойдемте дальше. Везде газончик. Парки тоже очень такие большие. Можно вот дойти до тех вот зданий. Я как-то необычно сегодня проснулся. Вылетел из одной стороны. А сейчас гуляю в этот же день, да, уже в другой стороне. Ну, как-то все это быстро. И самолет комфортный был. Все вот, все по высшему классу получилось. Вот, повезло. Тут время на два часа меньше, чем в Казахстане. Кстати, вот сколько иду, да, сколько столбов. И на каждом столбе по несколько камер. Очень-очень много камер. Там на каждом столб был камер по две, а то и три камеры. Но вот тоже хорошо, безопасно. Тут в парке на улице вот такой вот туалет. Как при ресторане. Вот так вот выглядит тут туалет. Смотрите, кто с собаками выгуливает. Есть там специальные отдельные такие ящики. Но все равно люди занимаются спортом. Сейчас бегают, представляете? Какая это выносливость. Этот человек, видно, тут живет уже и немало, чтобы так бегать. Вот так вот туалеты выглядят. А знаете, как вот, допустим, в городе заходишь, вроде бы кафе, там ресторанчик хороший, да, в туалет заходишь, и там, ну, не очень такое состояние, да, или запах там, ну и так далее. А здесь заходишь в туалет, и как будто там в лучшем ресторане в туалет зашел. Тут деревья с ними растутся цветками. Красные цветы. Их тут много, такие кустарники. Но людей что-то совсем прям мало. О, это, блядь, в клетке сидит птица. Сейчас солнце зайдет, и все будет хорошо. Смотрите, тоже знак какой человек переходит дорогу в национальной одежде. Видите, у нас же нет таких знаков. Я уже близко подошел ко всем небоскребам, но там море. Аравийское море. Время сейчас без пятнадцати шесть. Людей на улице очень-очень мало. Вот солнце все заходит. Скоро уже зайдет. Сейчас хочу дойти до метро. Вот, и там потом посмотрим, можно либо на рынок поехать ночной, либо в супермаркет продукты закупить. Вот, ребят, смотрите, вот сколько я иду, да, вот так вот вдоль пальмы. Травка зеленая, тут кустарники. Зелени немало растет. И вот они все небоскребы спереди уже, близко. Вот я иду до метро. Есть такие указатели. Название станции. Семь минут виноган нарисована. Пешком. Семь минут пешком. Уже включили в шесть часов сейчас вечера. Солнце такое красное. Уже сейчас зайдет. И включили фонари. Везде фонари горят под светкой. Наверное, тут точно будет светло в ночное время. Метро ходит до двенадцати часов ночи. А в пятницу, кстати, в Катаре выходной. Вот, а метро работает с двух. Но многие там магазины, банки работать не будут. Все, в общем, я дошел до метро. Вот так вот выглядит метро. Вот оно. И смотрите, какой вид открывается. Я еще ближе подошел. Вот такие высотки. И тоже на них уже включили подсветку. Можно посмотреть, что находится где. Киоск, плаза, метро. Вот. Смотрите, какие тут арки. Из цветов и зонтиков. Здесь вот классно. Надо пройтись. Тут тенек будет. Вот сейчас вот солнце зашло. Уже на улице прям стало хорошо. Это утро. Можно встать, позавтракать. Сразу поехать на море, на пляж покупаться. А потом приехать обратно в отель. Там отдохнуть, помыться, расслабиться. Вот. И вечером потом выйти уже на прогулку. Вечернюю по городу. Вот. А я в самую жару ходил, гулял. Вот. Но все равно не устал. В принципе, могу ходить и ходить. Вот. Но так было бы легче. Тут на улице есть такие тренажеры. Можно поподтягиваться. Руки покачать. И вон там дальше, как беговая дорожка, я смотрю. Да. Тут стоишь, держишься и бежишь. Это своего рода беговая дорожка. Тут крутится. И там велопулнажер, велосипед. Вот. Ногами снишь, крутишь. Смотрите, какая огромная фигура. Я так понимаю, она дурная. Слышно там воздух качает. Кит или акула. Что это? Она очень большая. Интересно, что такое посадили. Такое длинное растет. Вон уж на земле. Вот так проходишь. Красиво и эффектно получается. И какие лавочки. Можно так вот сесть. Вот так вот сел. И используешь его как столик. Сидишь и ешь за лавочкой. Пойдем в метро. Подошел. Запустился эскаватор. Вот станция Карниш. Называется и променадует Карниш. Поеду я сейчас в сети центр. До станции ДЭК. Только сперва надо карту купить. Если тут вода. Ой, как тут хорошо свежо. Прям кондиционеры работают. Деньги. Когда деньги вносим отсюда. У меня 10. Вот он мой билетик. И вот забираем. И сдача вышла. Так, подносит все в карту. Открывается. Проходим. Все тоже очень легко и просто здесь. Сейчас спускаемся ниже. Только не ДЭК. Называется. Ади. Эсиси. Вот так. Что-то поговорил с рабочим. Вот тут есть две ветки. Теперь смотрим, где она. Вот. Я вот здесь сейчас нахожусь. Одну станцию приеду. На вторую мне нужно выходить вот здесь. ДЭК. Туда я тоже буду доезжать. Там находится много пляжей. И можно доехать вам до аэропорта также. Это вот налево надо. И здесь есть разные вагоны. Смотрите, если вы будете один и мужчина, то сюда заходить нельзя. Это семья, фэмили. Здесь может быть мама с ребенком, да? Так. А вот тоже фэмили сюда заходить нельзя. Но это чем-то напоминает мне, как в Дубае. А вот стандарт. Видите, вот встал, где могу зайти. А еще есть голд. Бизнес-класса. Вот. А там карточка уже дороже стоит. По-моему, 30 катарских. Кстати, метро тоже без машиниста. И тоже безопасно. Ну, здесь нельзя упасть. Тут тоже видно. Можно смотреть на арабском, а потом будет на английском языке написано. Так вот выглядит. Тут тоже работает кондиционер. Все еще классно. Тут езжать нельзя. Курить, есть. Без ее наблюдения. Вот. Сейчас в СБ. Тоже говорят на английском языке. Быстро едет. Вот она станция Дек. Я потом тоже поеду на Дек, на пляж. Тут поднимаемся просто наверх. Что я карту купил за 6 катарских реал? Я могу целый день кататься. Ну, хоть 20 раз за день проехать. Тут есть и кафе. Есть такие вот супермаркеты. Я приехал за водой и выйду в город. Смотрите, вода. 50. Это вообще очень дешево. Ну, 330 здесь. Вообще, недорого. Вода недорогая. Это очень хорошо. Ух ты, папайя продает. Сколько вот папайя стоит? 3. 3,15. Ребят, зал. Полтора литра воды. Знаете, сколько стоит? 0,85. Но они округляют до одного. И еще тут есть тоже обменник. А вот можно прям метро обменять деньги, доллары. Тоже курс такой же будет хороший. Представляете? Полтора литра воды. 0,85. Вот это цены. Эрикаватору нужно подниматься, как в Москве, в Питере. Если вы не хотите идти, то в правую сторону вставайте. А если в левую, то нужно будет идти. Тогда обгоняют. Смотрите, пока доехал, на улице уже как стемнело. Новые сотки, все подсвечиваются. Вот у нас станция метро, собственно, откуда я вышел. Отлично. Мне нравится. Первые впечатления. Мне все понравилось. Цены хорошие. Можно есть, питаться недорого. Смотрите. Вот сейчас время без 15,7. Вот так город выглядит. И людей стало гораздо больше. Все равно и уже сидят очень много. Встречаются, там разговаривают. Вот здесь же находится магазин. Корифору называется. Он совсем недорогой. Точно такой же есть еще в Дубае. Я там тоже покупал различные сувениры. Это вот на станции Декпра находится. Все, вот он вход. Через парковку прошел. Ну и так стоит, тоже все люди идут. Здесь находится парковка. О, уже отсюда ветерочек такой дует прохладный. Тут тоже есть обменник. Вот так он называется. Вот он, Exchange. Там люди деньги меняются. Почта есть. И Vodafone. Можно купить. Там будет сим-карту с интернетом. Вот тут, конечно, очень много людей. Вон спортивное питание продают. Три этажа, я так понимаю, здесь. Нужно больше времени уделить сюда прийти гулять. Какие хочешь. Магазины есть, разные фирмы, бренды. А это получается минус первый этаж. Для детей такой мега огромный батут. 24 или 5 даже этажей. Этитовый потолок. Классно. Сейчас я возьму, ребят, продукты, закуплю и сразу овощей возьму. Мясо какое-нибудь возьму. Посмотрим, цены заодно. Я зашел в супермаркет. Смотрите, у них тут есть футболки, вон батнички. По 10, ну почти 11. Вон кепки, пожалуйста. По 10.75, по 11. Ну это где-то 1200 тенге. Недорого. Туфли продают. Сумочки вон по 29. Какие цены? Тут тоже по 11. Футболки для спорта можно взять, кстати, бегать. Да? Качество какое-то интересное. По 11. По 11 всего лишь-то. Еще и кепки армии. 11. По 39. Индия. А нет, цены вообще хорошие. Вон шорты по 44. Разные. Это спортивки. По 64. Вот такая футболка. А, 44. 44 шорты. По 32. Вот смотрите майки. Вот таких майк тоже на улице ходят. По 25. Вот такие вот майки симпатичные. Поскольку они по 14.75. Пожалуйста. Вон шлепки. 43 размер. Там разные можно побрать. Вот 8. 8.75. Вот пляжные шорты по 25. А вот обувь по 24 пляжные. Какие цены хорошие. Я взял корзинку. Надо овощей будет взять. Тут распродажа. Он по 17. Хорошие батнички. Качество такое приятное. А здесь он вообще по 9.75. Тоже майки. Вообще, ребят, цены хорошие. 10, 14, 9. Знаете, Катар, да, одна из самых таких богатейших стран мира. Зарплаты большие. И все думают, что здесь дорого. Так здесь цены дешевле, чем у нас. Тут нужно одеться и поесть, и фруктов поесть. Недорого, да? Смотрите, по 11. Это женские платья длинные. Вот тут тоже скидка. 9.75. А были 14.75. XL. Тут, конечно, по моим размерам очень много одежды подойдет. Видите? Ну, XL-то это тоже не маленький. О, сколько много. Люди прям выбирают, смотрят. Смотрите, что это за майка белая. Не знаю, что здесь написано. Что-то оригинал, фул. Так, а это вот, ребята, мой рай. Тут овощи и фрукты. Яблоки, смотрите, Украина. По 7. Китай. Яблоки 12.75. В общем, яблоки из разных стран. Англия, Франция. Можно каждый день разные яблоки из разных стран пробовать. Запах такой приятный, знаете? А груши по 6.5 за килограмм. Авокадо 12.75. По 2 штуки. Сколько много стран, я даже таких флагов не знаю. И чили, и что там, что только нет. Выбор. Смотрите, как яблоки продают в баночках по 2 яблока. Это все яблоки. Мандарины. Килограмм по 7, пожалуйста. Так, апельсины по 3.50. Есть по 4.50. 3.50. Разные цены. А это 19.50. Это целый такой сверток один большой. Ого, какие арбузы там огромные. Да, интересно-интересно. Саша что-нибудь возьмем. Арбузы по 2.75. Сразу и готовую еду продают. И разные бургеры там. А хот-доги по 3.50. Хорошие цены. Шаурма 9.75. Есть, да? Тоже, как у нас шаурма. Даже у нас дороже. Вон холк. Рожки, рис. Смотрите, есть яйца по 1.25. Но они ценно округляют какую-либо сторону. По 14 такая вот курочка. По 19. Так, а это что? Пельмени, что ли? Так, смотрите, ребят. Креветки. 39.75. Какие королевские. 99.75. По 109 есть. Ну, от размера, конечно, зависит. У меня тоже разная рыба есть. Красная. По 16. По 18. Я не разбираюсь, конечно, в рыбе. Тут стейки продают. Семка. Красная рыба вообще. Посмотрите, с одному. Вот зелень различная. Это тоже цена за килограмм. Лук по 11 килограмм. Знаешь, это петрушка. Лук. Ход яйд. Ход яйд. Хорошие цены. Сейчас я буду брать что-нибудь. Так, а вот огурцы, смотрите. По 8.5. Идет много огурцов. Так, сейчас возьму белок капусты. По 3 за килограмм. Это 300-360 килограмм. Смотрите, есть джекрут. По 14 продают. Вот такой вот я перец возьму. По 12.75. Это Египет. Смотрите, ребята его брали. Есть по 12.75 красный. И есть по 7.5 зеленый. Почему-то его много. И тоже с рыбой постоял. Никто его не берет. Поэтому желтый пока возьму. И знаете, что хорошо? Не надо будет самим все это взвешивать. Подходишь. Вот туда вот даешь. И тебе все взвешивают. Есть вот манго. О, сейчас манго возьму. По 5.75. Смотрите. Есть по 24.75. Она тоже разная. Индия. Манго Бразилия. Таиланд. Тайская манга 44. Самое дорогое здесь стать. Тайская манга. Ну вот. Ананасы по 6.5. Аввокадо 3.4.75. Видите, все зависит от страны. Вот Пакистан манго. Она самая дешевая. Что-то она, я не знаю, его трогаю. Она будет неважная там совсем. Вот. Так почему-нибудь корзинка набирается. Сейчас бы еще сыр взять. Учем бы мясное. Смотрите, а есть. Уже чищенные продают. Вон гранаты. Бузы резаны. Его тоже как продают. Классный зал. Вот так помню. В Дубае покупал такие сразу. Ананасы. Вон салаты. Может у него такой салат сразу взять и все. Нарезанный. И лук там что-то только нет. Ананасы дороже выйдет 15.5. Капуста вон 6.5. Сразу нарезана. Это катарская капуста. Все эти кабачки по 4.5 маленькие. Нет, тут овощей очень много. Очень много сразу. Я тоже не ем. Помидоров тоже много. Смотрите, какие маленькие, красивые. Цветные, разноцветные. Это Франция. Французские помидоры. Ничего себе. Это Нидерланды. Нидерландские. Представляете, вон черри маленькие, помидорки. Тоже можно взять по 12.75. Ребята, в общем, что я взял. Еще кешью взял, орешки. Кокос взял. Сейчас все это я покажу. Взял мясо. Такую колбаску побаловаться. Она стоит 8.5. Все, ребят, я закупился. У меня полная сумка. Но у меня еще в отеле включены только завтраки. Вот я там буду завтракать. И потом уже буду ужинать или обедать в номере в отеле. Вот поэтому я сразу все набрал. А я путешествую бюджетно. Самое главное для меня это узнать, посмотреть страну. А то, что новая страна, я вообще очень-очень доволен и очень рад. А еда это не главное. Ну, манго есть зал. Манго египетское. Так, сейчас через, получается, парковку я выйду. Тут запах такой автомобильный прям. Вы знаете, когда машины все нагреты и перегреты. И такой вот запах. Сейчас я отправляюсь на метро и поеду уже домой. Сегодня целый день на ногах. Хожу, хожу. Ну, я всегда не устаю, когда приезжаю. Эмоции много. Все, ходишь, смотришь. Отлично вообще. Сейчас я отправляюсь на метро. Доеду я до дома. Покажу, что я взял. И точную сумму тоже скажу. Что-то я дал, по-моему, больше 80. Ну, вот сейчас уже город весь светится. Классно. Я живу тоже возле метро. Когда мне надо будет, я возьму, поеду. И все за продуктами. Смотрите, как четко. И все. Метро тоже очень быстро едет. Потом еще погуляем по пляжам. Везде походим, посмотрим. У метро ребята появились. 7 free sim-картов. Говорят, бесплатно сим-карты раздают. Зачем, не знаю. А я не взял, а никто не берет. Моя станция метро Альсад. Вообще, у меня две станции метро. Где поезд, тоже вот написано. Стрелка указана налево. Сзади телефона карточкой. Яна, вот. Мне вот сюда надо. Сейчас переход на желтую ветку вниз туда и сажусь. Все, и доеду прямо до своего отеля. Метро и так находится под землей. Еще ниже опускаемся. С пересадкой ехать. Ну вот, 6 заплатил и мы будем целый день кататься с самого утра. Метро, ребят, безумно легкое. Тут всего три ветки. Красная, зеленая и желтая. А где есть переход, вот видно переход. Видите, это оранжевый переход на красную и на зеленую. Вот так вот оно называется. Это одна станция, где сразу все три ветки. Все, я приехал. Это моя станция Аль-Сады. Все, сейчас иду, в общем, домой. Вот эти вот классные ускорилки. В аэропорту длинная-длинная. По ней не идешь, а аж летишь. Сейчас дальше поднимаюсь наверх. А если что-то непонятно, всегда можно спросить у местных жителей. Они все охотно идут на контакт, понимают. Сейчас время 9 часов вечера. По-прежнему очень-очень тепло, прям когда выходишь. Особенно с метро ощущается такое тепло. Как с метро выходим, сразу поворачиваем направо. Идем прямо и поворачиваем налево. И там уже будет отель Миллениум. А вот это вот официальное такси такого вот цвета. Кстати, недорогое. Можно пользоваться. Что я хочу сказать. Первые впечатления. Да, мне все понравилось. И хочу сказать, что я прям за первый день успел тут освоиться. Как-то я все прочувствовал. Чувствую, что легко, хорошо, безопасно. Бывает, когда прилетаешь в какую-то страну, еще несколько дней надо, так скажем, да, пристреляться там. Вот. А тут все, я как-то сразу почувствовал. Когда в отель даже зашел. Как-то уютно, по-домашнему. Не знаю. Ну, такие вот ощущения, что я испытал. Вот сейчас налево поворачиваю и все. Мой отель уже издалека видно. Вот только я повернул, вот он светится. А вот тут я живу. Вот отель Millennium Plaza. А еще, ребят, другой Millennium, он поменьше отель. Все, вот я и на ресепшене. Да, тут вообще прохладно, свежо. В общем, завтрак начинается с 6.30. Вот, тоже замечательно, что так рано. И заканчивается аж в 10.30. Это 7, 8, 9, 4 часа аж завтрак длится. Классно же? Классно. Я бы сказал, даже идеально. Чтобы подняться на свой этаж, нужно сначала карту преподнести. А потом уже едешь. А спускаться уже можно нажимать на любой этаж. Все. Все, купил еще водички. Сейчас покажу ей продукты и назову цену, на что я ее набрал. Ну, я сразу взял там на несколько дней там вперед. Смотрите, ребят, как выглядят катарские реалы. Это 1, 5, 10, 50, 100. А, есть еще больше. Есть еще 200. Я знаю, 500 есть еще. Так вот они сзади выглядят. Красивые деньги. Кто-то увлекается, да? Вот в городе тоже есть и жемчуг. Раньше жемчуга ловили, собирали, так зарабатывали. Потом нефть обнаружили, все и стали очень богатыми. А вот, что я взял себе из продуктов на 82 реала. Смотрите, взял такую вот колбасу. Тут мясо кусковое такое. Потом кусок сыра взял. Кокос взял. Мне такой нравится есть кокос. Орешки кешью. Тут больше 300 грамм. 325 грамм кешью. Капусту взял. Также уже готовы. Сейчас сначала целую взять. Думаю, так лучше возьму. Потом перец взял. Два перца. Два манго. Это египетская манго. Потом взял ананас. И помидоры взял. Два помидора. Вот такая вот цена, ребят. Что вы думаете по поводу цены? Нет, ну это мне намного хватит. Орехи, вот я жирные ем. Овощи ем. И что-то из мяса надо. Сыр также жирный. Все, вот это основная моя будет еда. Так, все, я уложил в холодильник. Практически у меня полный холодильник. Все. Это на первое время у нас есть. Ну все, ребят, на этом видео подходит к концу. Скорее всего в следующей серии, да, я поеду на пляж. Будем дальше изучать, смотреть Катар, Доху. Вот, ну все, ребят, давайте. Всем добра, всем пока. Скоро увидимся.